Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы завершаем разговор о книге пророка Малахии и поговорим о четвертой главе. Ну, конечно, можно бросить недоуменный взгляд на тех, кто тысячу примерно лет назад, даже меньше, разделял библейские тексты на главы. Потому что непонятно, с чего вдруг они выделили эти шесть сихов в отдельную главу. Ну, тем не менее, вот таково деление текста на главы. В четвертой главе Господь через пророка Малахию снова напоминает о дне посещения и говорит, «Вот придет день, пылающий, как печь». День, пылающий, как печь. Может быть, это и аллюзия на вавилонские печи, и на легенду про отроков печи огненной. Правда, до этой легенды еще не меньше, чем полвека. Может быть, это скорее все-таки к раннепленным пророчествам отсылка. Вот, Господь говорит, придет день, пылающий, как печь, когда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома. Вот этот образ посещения Божьего, как посещение пламени огня. Пламени огня. И то, в чем правды Божьей нет, оно как солома. Потом этот же образ будет использовать апостол Павел, который говорит о том, что у всякого дела, которое он строит, он испытывается огнем и, соответственно, сгорит или не сгорит. Здесь то же самое. Бог сравнивает всякую жизнь, все поступки, мысли и парадигмы, которые создает для себя народ с материалом горючим или негорючим. И попалит их грядущий день, поступающих нечестиво и надменных, так что не останется ни корня, ни ветвей. И попалит – это очень неприятная правда. И современные христиане, по совести сказать, в общем, из кожи вон лезут, чтобы как-то обойти это дело. Потому что, кажется, не политкорректно называть грех грехом. Кажется, что ну как же так, вот Бог там предлагает жизнь и смерть, да, говорит о том, что все построенное на неправде сгорит, а не сгорит построенное на правде. Это неужели же ему не жалко того, что будет сгорать? Там мы все совершаем ошибки. Вот такое отношение к Богу – мы будем жить, как можем, а Он пусть будет добрым, как мы хотим. Бог не соглашается на это. И, в общем, грубо говоря, нравится это нам или нет, нас не спрашивают. Реальность вот такая, вот такая. Бог не готов терпеть и видеть в своем царстве что-то не на его правде построенное, на зле, на вероломстве, на насилии, понимаете? Вот так, не готов. И взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И никак по-другому. Минуя это солнце правды, как называют здесь, ну вот, у меня, скажем, в этом издании напечатано с большой буквы, это, в общем, общепринятая традиция называть Христа солнцем правды, общепринятая христианская традиция. Вот взойдет солнце правды, и в нем правда, а в ней его нет правды и жизни. Даже если нам очень хочется. Нам хочется, чтобы нас пустили в райские сады, ничего не спрашивая про то, как мы жили, как мы относимся к Богу, как мы относимся друг к другу. Но есть солнце правды, это правда, это солнце правда Христос. И только в его свете все видно, и исцеление в лучах его. Вот Бог не постмодернист. Для него разница между добром и злом существует. Она реальна. И Бог исходит из этой парадигмы. Это, в общем, основная мысль четвертой главы тех нескольких стихов, о которой мы говорим. И поэтому вывод здесь пророк делает, помните закон Моисея, как и правила и уставы, которые я заповедал ему. И еще, по некоторым непонятным историческим причинам, непонятным, в самых последних строках Господь говорит через Малахию, вот я пошлю к вам Илью, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Это место цитирует пророк Захария, отец Иоанна Крестителя, в своей песне, говоря о том, что вот, владенец Иоанн, будущий креститель, придет возвратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, ссылаясь именно на это место, что он придет в духе и силе Ильи, как Илья, для того, чтобы наши сердца соединились перед Богом, в почитании, в благоговении Бога и в исполнении правды Божьей. Вот этот образ соединения народа вокруг Завета с Богом, вероятно, самый важный. Ну и заметим еще, что когда апостолы и другие люди спрашивают Креста, как же так вот говорить, что Илья должен прийти, имеют в виду вот именно этот пятый стих. Вот я пошлю к вам Илью пророка перед наступлением Дня Господня. Так ли обязательно буквально это понимать? Здесь не видно. Понимаете? И на самом деле новозаветное толкование пророка в духе и силе Ильи, и то, как Господь говорит об Иоанне Крестителе, как об Ильи, оно вполне уместно и законно. Но вот древний текст Малахии сформулирован так, как сформулирован. Главное же здесь, в этой последней вести Малахии, это то, что он всех нас соберет в благоговении перед заповедями Завета Божьего. 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 Продолжение следует...